Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об еще одном очень интересном натуральном волокне, о крапиве. Вспомним, что писали и когда-то читали нам в детстве наши родители. Нарви крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов, потом разомни ее ногами и свей из нее длинные нити. Из этих нитей сплети 11 рубашек с длинными рукавами, и когда они будут готовы, набрось их на лебедей. Если вы узнали, то это сказка «Дикие лебеди» Ганса Христиана Андерсона, где для того, чтобы спасти своих братьев Элизе, нужно было соткать 11 рубашек из крапивы. На самом деле рубашки из крапивы, конечно же, не жгутся, потому что в результате обработки крапивы эта жгучесть теряется. Почему же это волокно, я решил про него рассказать. Дело в том, что на волне любви к экологичности текстиля, к натуральности, которая, волна эта где-то пошла лет 30 назад, изделия из крапивы, изделия снова стали очень популярными и производство развивается за рубежом. Опять же, в основном в странах Средней Азии, откуда к нам поступает большинство текстиля, но не только, также и в Европе. Что это же за волокно крапива, давайте разберемся. Ну, во-первых, это лубяное волокно. Лубяное волокно получено из луба растений. Луб или, проще говоря, кора растений. К лубяным волокнам относятся, первое место занимает среди лубяных лен, также джут из Средней Азии, конопля или русское исконное название пенька, кенав и крапива. Одно из других названий крапивы рами – это тоже растение семейства крапивовых. Почему же оно называется лубяным волокном? Обращаем внимание на следующее. Само лубяное волокно представляет из себя клетки, которые находятся в стебле растения. И сам этот луб защищает растение от механических повреждений. Элементарное волокно имеет вот такую форму веретенообразную. В сечении оно круглое или представляет собой пятиугольник. Эти волокна склеены между собой пектиновыми веществами и представляют собой техническое волокно. То есть, чтобы получить элементарное волокно, нужно расклеить вот этот пектин и разделить луб на отдельные волокна. То есть, смотрите, чтобы нам отделить луб от стебля растения, нам нужно вот эту вот часть отделить от сердцевины. Сердцевина или костра – это то, что не используется в текстиле, а мы используем только луб. Значит, его нужно отделить, а затем волокна разделить друг относительно друга. Длина этих элементарных волокон, она не очень большая, и в техническом волокне их может быть от пяти до тридцати. Разобрались, что такое луб. Значит, крапива – это один из видов растений. Откуда оно вообще взялось? Изделия из крапивы, текстиль из крапивы получали еще четыре тысячи лет назад. Четыре тысячи до нашей эры, то есть шесть тысяч лет. Когда люди начали первую делать пряжу, ее делали из льна, ее делали из крапивы. И в первую очередь, опять же, страны такие, как Китай, Япония, в которых традиционно делали текстиль из крапивы. Они делали сеть, они делали веревки и так далее. В Европе тоже делали изделия из крапивы, но крапива и рами немножко отличаются по свойствам. Я вам потом немножко про это расскажу. Также много крапивы произрастает на сегодняшний день в Японии, Индии, Индонезии. Но первое место, как всегда, как и во всем, в текстиле здесь играет Китай. В Европу волокно рами попало где-то в 16 веке. Его стали привозить голландские мореплаватели. Из него делали очень тонкие ткани. Привозили из Японии, из Китая, которые назывались батистами. Из них можно было делать очень качественные изделия. Затем, во времена Первой мировой войны, когда дефицит хлопка определенный возник, немецкие войска использовали форму из крапивы. До этого хлопок вытеснил, конечно, крапиву, потому что из хлопка было проще сделать пряжу, чем из крапивы. Наполеон в экипировке своих солдат, пехотинцев, тоже использовал изделия, одежду из крапивы. В Японии традиционный костюм самурая, части этой одежды тоже были сделаны из крапивы, из пряжи, из ткани, из крапивы. До сих пор в Корее проходит ежегодный фестиваль. Они очень любят фестивали. У них есть целый фестиваль рами, который проводится каждый год. где-то между фестивалем говядины и рыбы Айо, где собираются мастера, модельеры. Они представляют свои изделия из крапивы, из рами, народное творчество, песни, пляски и так далее. То есть это волокно очень ценное, представляет ценную культуру. На сегодняшний день не какой-то там абсолютный эксклюзив. Крапивная семья очень большая. Та крапива, которая растет у нас, которую видите у себя в огороде, называется крапива двудомная. Это многолетнее растение, его около 50 видов. Оно как раз таки жгучее. Есть еще крапива жгучая, но она вообще в текстиле не употребляется. Там совсем коротенькое волокно. Двоюродной сестрой этой крапивы двудомной является рами. Они одного семейства крапивных. Рами или бюмерия нуэва. Рами около 100 видов, из которых несколько применяется в текстиле. Высота растения рами до 2, даже 2,5 метров. Так как растения многолетние, то собирают до 6 урожаев в год. Крапивы тоже можно собирать несколько урожаев в год. В чем же их разница? Они как бы и сестры, но почему они разные? Дело в том, что в крапиве волокно более короткое и более жесткое. В нашей крапиве двудомной. У ее двоюродной сестры рами волокно более тонкое, более длинное, более мягкое. Соответственно, и ткани, и изделия можно получать более высокого качества. На сегодняшний день в мире больше перерабатывается, конечно же, рами. Но и крапивы тоже. Каким образом получают волокно, пряжу и ткань из крапивы? Ну, сначала происходит сбор растений. Их срезают у самого корня и рами, и крапиву. В основном это производится вручную. Срезать их можно, если мы говорим о крапиве, в начале весны, когда уже растение высохло. Можно и в другое время, но тогда немножко другая технология. Также в период вызревания срезают и рами. После этого от стебля отделяют листья. В основном это ручной процесс. Здесь вообще очень много ручных операций. И поэтому, кстати, изделия из крапивы, из рами, они совсем не относятся к дешевым. Очень много ручного труда. Ну и также пряжу из рами, пряжу из крапивы может делать вручную. Но это такая кустарщина, ремесленничество. В основном, конечно, в промышленных масштабах. Это все уже технологии отработанные, механизированные и так далее. После того, как отделили листья, происходит операция, которая называется декортикация. Необходимо отделить луп от стебля. Вспомните картинку, которую я вам показывал. Луп – это кора. Вот в этой коре и находится волокно крапивы или волокно рами. Отделяем луп от стебля растения. Опять же, это производится вручную, но в основном это уже все процессы механизированы. Затем нужно удалить смолы, содержащиеся в этом лубе, для того, чтобы проще потом был этот луп разволокнить до отдельных волокон. Удаление смол происходит по-разному. Если вручную, то можно замочить это волокно. Иногда просто его выстилают на траве, где за счет росы и осадков происходит разволокнение и смывается смола. Но в основном, конечно, это происходит промышленным способом, по специальной технологии. Затем волокно высушивают. После того его начинают трепать для того, чтобы разделить технические волокна на элементарные и убрать оставшуюся костру. Эту костру будет удалять на всех этапах. Вот эти древесные остатки стебля растения. Нам нужен только луп, только кора. После трепания происходит чесание волокна и все остальные операции текстильной обработки, в результате чего из волокна получают пряжу. Если мы говорим о крапиве, крапивное волокно более короткое, и оно хорошо подвергается катонизации. Катонизация – это когда волокно перерабатывается на более короткую длину. Из него делают более короткое волокно, а слово «коттон», «хлопок». То есть волокно порядка 30-35 мм, из которого можно делать пряжу по системам прядения хлопка. Длина волокон крапивы до 120 мм, волокон рами до 500 мм. Ну, в среднем где-то около 150 мм, если мы говорим об обычной технологии. Благодаря чему же получились такие высокие свойства у изделий из крапивы или из рами? Давайте посмотрим, какие уникальными свойствами оно обладает. Ну, во-первых, у волокон высокая разрывная нагрузка. 25-37 см на текс практически соответствует разрывной нагрузке волокон хлопка, а значит изделие будет прочным. Второе, у всех лубяных волокон есть антибактериальные свойства. То есть ткани изделия не поддерживают размножение бактерий. Это очень хорошо. И крапива не исключение, так как лубяное волокно и крапива рами не поддерживают на своей поверхности размножение бактерий. Что это дает нам, как потребителям? Подумайте, смотрите, от чего получается запах пота, когда вы носите одежду? Из-за размножения бактерий. Рами крапивы не поддерживают размножение бактерий, а значит даже если вы испытываете какие-то физические нагрузки, вы потеете, летом выходите, ваша одежда не пахнет потом. Это же хорошо, правда? Изделия быстро сохнут благодаря хорошей гигроскопичности волокна, которая около 11% у этих волокон. Постирали, быстро высохло. Высокая гигроскопичность волокно хорошо впитывает, хорошо отдает тепло. Не накапливает статический заряд, то есть изделие не электризуется. Это тоже всегда приятно. Низкая усадка. Изделия не усаживаются после стирки, так как, например, изделия из синтетики или изделия из шерсти. Долго сохраняет свой натуральный цвет и не выгорает на солнце. Изделие из длина. А также у него хорошая воздухопроницаемость и теплообмен. Вот сколько положительных свойств. А самое главное, то, с чего мы начали, это экологичность. У нас все натуральное. Очень мало химических реагентов применяется при обработке. И поэтому сторонники экологичного текстиля ратуют за переработку крапивы. Для того, чтобы меньше, например, использовать хлопка, который использует очень много природных ресурсов. А крапива, как вы понимаете, у нас растет как сорное растение. Тем не менее, у крапивы и у раме есть некоторые недостатки. И главный недостаток этого волокна – это низкая эластичность и, соответственно, низкая стойкость к истиранию. Соответственно, при больших усилиях изгиба волокно постепенно будет терять свои свойства и не будет служить так долго, как изделие, например, из хлопка, у которого эластичность выше. Но это, в общем-то, не влияет на другие его положительные качества. Волокно достаточно жесткое, если мы говорим о крапиве, раме более мягкое. Соответственно, изделия из раме, их можно использовать для легких тканей. Ломкость связана с низкой стойкостью к истиранию и высокая сминаемость у волокон, как и у всех лубяных волокон. Для того, чтобы эту сминаемость уменьшить, волокна крапивы также смешивают и с другими волокнами. Ну и высокая стоимость, из-за чего, я говорил, много достаточно ручного труда. Эти недостатки раме и крапивы могут быть нивелированы за счет применения смесей с другими видами волокон. Например, если мы добавляем в шерсть волокна раме или крапивы, то мы уменьшаем усадку шерсти, уменьшаем стоимость и приобретаем положительные свойства и шерсти, и крапивы. Если же мы добавляем, например, крапиву или раме к вискозе, то мы получаем смесь, которая обладает большей прочностью, поскольку у вискозных волокон прочность не очень высокая. Поэтому чаще всего в изделиях вы увидите какие-то смеси. Что же делают из волокон раме и крапивы? Ну, в первую очередь, если мы говорим о таком техническом использовании, то делали раньше паруса. Паруса были очень прочные. Делали и делают различные веревки, канаты, мочалки вы можете, полотенце увидите из раме. Если мы говорим о более качественном текстиле, то это постельное белье очень хорошего качества, из раме, тонкое, приятное, гипоаллергенное, легкое, воздухопроницаемое, но просто песня. А также делают и столовые принадлежности, скатерти и полотенца. В некоторых странах из волокон раме делают банкноты, поскольку волокно очень прочное и, соответственно, банкноты будут долго служить. Если же мы перейдем к одежде, то здесь ассортимент очень большой. Дело в том, что из волокон раме можно получать очень легкие ткани. Всего лишь 60 грамм на квадратный метр. Это ткани уровня батиста. Очень легкие. Соответственно, и изделия тоже будут очень легкие, очень приятные. В первую очередь, это, конечно же, различные платья. Это топы, это юбки, это брюки, это блузки, которые будут невероятно иметь приятное ощущение приноски за счет всего того комплекса свойств, про который я вам рассказал. Также мужские пиджаки и так далее. В основном, как видите, это верхняя одежда. Белье из раме, из крапивы не делают. Некоторые дизайнеры европейские разрабатывают коллекции из крапивы, но это будет действительно дорого, потому что если из раме получить батист, технология уже отработана, из крапивного волокна получить тонкую ткань достаточно сложно. Нужно очень много провести различных операций по химической и механической обработке, чтобы получить из крапивы тонкую пряжу. Тем не менее, есть производители немецкие, итальянские бренды, которые получают тонкие ткани из крапивы. Также на них наносятся и набивные рисунки, получают и яркие цвета, яркие цвета и оттенки у тканей. Но в основном, все-таки обратите внимание, тонкие такие немножко пастельные, если мы говорим о раме и крапиве, для того, чтобы опять же подчеркнуть ее натуральность и экологичность. Но ткани очень красивые и очень приятные. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Носите натуральную и экологичную одежду.